Сегодня поговорим о том, что быть успешным и здоровым в США гораздо лучше, чем проживать больным и бедным в Рашке. Ну, или давно обещанная история о том, как я решил похудеть и сделать так, чтобы выглядеть на миллион долларов. Основная тема, которую я хочу озвучить, любой человек в состоянии делать свою судьбу, работать над собой, все упирается исключительно в ваше желание. Посмотрите на меня, я это смог сделать, значит, любой человек в состоянии оторвать себя от дивана и то же самое сделать. Это моя замечательная записная книжечка, где я фиксирую график снижения своего веса. Кстати говоря, вот рекорд первый, 134,5. На самом деле было 135, просто я ухитрился немножко вес сбросить до того, как внес первую запись. Вот. Так что вот такой пруф. И каждый день записываю свои показатели, как происходит динамика. Вот. Работать и работать. Цель 90 килограмм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Практически до 2004 года мне в Москве удавалось бежать свой вес на одном уровне. Я активно занимался спортом, беговые лыжи. На таком продвинутом любительском уровне принимал участие даже в непрофессиональных забегах. Активно катался на горных лыжах, горный велосипед кросс-кандри, различного рода экстремальные турпоходы и так далее. Но, когда родился первый ребенок, еще навалился огромный объем работ, фактически получалось, что у меня вес в Москве достаточно резко пошел в гору. Ни котлей, ни спортзалы, ни вот эта вот мухинская диета не помогли. Наоборот, даже после мухинской диеты я еще 10 килограмм набрал в гору. Ну, а потом произошло событие, которое меня достаточно резко выбило из колеи. У меня от рака умер очень близкий друг, который занимался спортом, не пил, вообще ничего не пил, не курил. То есть, такой очень был правильный. И в тот раз у него очень такая скоротечная форма рака поджелудочной железы пару месяцев, и человек умер. Меня этот факт очень серьезно из колеи выбил, и я забил на все боб, потому что по большому счету какая разница с каким весом тебя кладут в гроб. Если кто-нибудь предложил вечную жизнь, тогда другое дело. Можно было заняться спортом ради этого, а так смысл какой, когда одно из другого не проистекает, что у тебя идеальное здоровье, но в любой момент возможны различные коллизии, что ты просто на все положил с прибором, и, соответственно, на этом уже внимание не акцентируешь. Когда приехал в США, первые два года у меня, конечно, здесь эйфория, я начал расслабляться и приходить в норму от этого постоянного московского стресса, потому что проживание в Москве это, конечно, большой стресс, тем более с моим режимом работы на себя у меня несколько трудоголик, то есть у меня был ненормированный рабочий день, и получалось так, что питался урывками, когда удавалось, вот, потому что большой объем работы нужно было успеть несколько встреч сделать, сами знаете, московские пробки и так далее и тому подобное. Поэтому первые два года я здесь просто кайфовал, у меня было ощущение, что я попал на какой-то курорт, и вообще было просто желание немножко взять такой тайм-аут и отдохнуть, вообще просто привести в порядок свои нервы, расслабиться и этот стресс убрать из головы. Ну, вот буквально пару месяцев назад произошло еще одно событие, которое меня сподвигло заняться собой. Конечно, я задумывался о том, что нужно над собой работать, потому что если ты хочешь своим зрителям показать, что ты можешь сделать все, значит, ты можешь действительно сделать все, не только переехать в США, но и контролировать свой собственный организм, работать над собой. Приехали дети от моего первого брака, две дочки, которых я очень люблю, они приехали ко мне, американкам, конечно, очень понравилось, но они сказали фразы, сказали, папа, ты нам нужен. Я подумал, что один из глобальных планов, я хочу, чтобы они сюда уже переехали на постоянку, пошли учиться в американскую школу, потом закончили колледж или вуз, что там у них получится, это уже по ихним пожеланиям, я никогда детям ничего не навязываю, но могу только дать правильный вектор движения в этой жизни. Ну, и я задумался, действительно, если я нужен детям, значит, я должен с собой работать. и так еще совпало, что мой канал увидел доктор Алексей Леснянский, вот, у него уникальная методика, основанная не на каких-то дебильных диетах, а на серьезном знании биохимии организма, как протекают процессы в организме человека, это очень серьезная технология, был поражен и удивлен, потому что, честно говоря, ко всем этим диетам я отношусь после вот Мухинской диеты с предубеждением, потому что после Мухинской диеты кроме вреда ничего мне это не принесло. Ну, попробовал сесть на эту методику, Алексей становится индивидуально, вот, ведет меня каждый день, я высылаю ему отчет о своем весе, на неделю составляется специальный рацион питания, меняются продукты, периодически уже второй раз проходят сухие дни, это когда организм переходит в режим сушки, но результат налицо. В идеале, я, правда, не уверен, что смогу его достичь достаточно быстро, это вес 90 килограмм. С точки зрения Алексея, для меня это будет оптимальный вес, ну и, конечно, потом придется его, этот вес держать и как-то контролировать, потому что проблема в том, что если вы начали набирать резко вес, проблема в том, что у вас заболевание. Официальная медицина пока отрицает факт этого вида заболевания, это говорит о том, что у вас организм сбоит, сбоит у вас иммунная система, гормональная система, неправильно организм работает, это заболевание, и, соответственно, даже если вы свой вес и сможете снизить, вам необходимо будет постоянно держать это на контроле и постоянно вот этот плавающий вес, который будет повышаться, понижаться, его как-то постоянно будет варьировать и постоянно сработать. Но, что делать? Красота требует жертв, тем более, что я хочу выглядеть на миллион долларов, и у меня есть определенные планы того, что я хочу достичь в Америке, соответственно, и соответствующим образом должно выглядеть. Вот такой, собственно говоря, секрет. У нас 7 утра в Амахин. Сегодня, вернее, продолжение, наверное, самого тяжелого дня для меня в плане работы над собой. Вчера у меня был день сушки организма, сегодня по своей инициативе я эту процедуру продолжаю. был крайне удивлен, сегодня встав на весы. У меня вес, которого я не видел, но последние, наверное, лет 15. У меня вес сегодня 114 килограмм. При том, что где-то 8 недель назад у меня вес был 135 килограмм. Это зафиксировано. Я даже, более того, сделал фотографии до начала этого курса. Пара сделал фотографии промежуточные чисто для себя, для самоконтроля. Ну, а сейчас я иду в спортзал, чтобы закрепить достигнутые. Ну, и по ходу дела буду еще рассказывать. Я иду сейчас после спортзала. Часик позанимался на таком тренажере, называется лыжи-бег. В принципе, для меня это близко, потому что в Москве достаточно серьезно занимался беговыми лыжами. Очень любил на длинной дистанции бегать. Пара даже участвовал в соревнованиях для непрофессионалов, но это было все давно и неправда. Вот запустил у себя. Погода стоит изумительной. Такой легкий бриз. Ездит такая машина, которая стрижет газон. Запах свежескошенной травы, такой с небольшой добавочкой йода, не знаю. Ну, если не знаешь, что ты находишься в центре Америки, ощущение такое, что где-то находишься на побережье, где-то в морском мальянском. То есть, реально, приз такой. Мягкая погода. У нас это продлится до конца сентября. Ощущение после вот этого спортзала и дня. Сухого дня это что-то. Вначале я думал, что не выдержу, но все-таки это круто. Спасибо, Буде! Итак, момент истины. Мой вес после спортзала 113 килограмм на сегодняшний день. Вот такой результат Круто! Вот и представьте, вот эта упаковка воды 20 бутылок весит 20 килограмм. Это означает, что вот такой вот вес плюс еще полу такого блока последние 15 лет я на себе таскал каждый день. Представляете, вот этот блок еще половина блока. Когда резко сбрасываешь вес, возникает весьма афигантливая ситуация. Новую одежду ты купить пока не можешь, потому что не знаешь, до какого уровня еще скинешь. а старая одежда с тебя уже начинает сваливаться. Вот мои джинсы, которые мне были как раз в притирку, сейчас уже с меня просто падают и ремни уже нужно новые покупать. Придется пару месяцев еще потерпеть, прежде чем я куплю новую одежду. Вот, ну и соответственно тогда уже можно будет полностью обмановить свой гардероб. итак, мой вес сейчас в конце сухого дня 106,6 килограмм. Ну что, наконец-то мне удалось дозвониться до чудо-доктора Алексея, который творит чудеса реально. Маленькие такие чудеса. Слушай, реальные чудеса. Я тебе могу сказать, что я, честно говоря, после вот мухинской диеты и после общения с различными докторами в Российской Федерации честно говоря разочаровался вот в людях, которые дают советы в плане диетологии, в плане здоровья, потому что ничего кроме вреда они не наносят организму вообще. Ну, значит, начнем с того, что в диетологию я пришел из спорта. Вот, то есть я занимался всю жизнь спортом, всю жизнь занимался тяжелоатлетикой, занимался различными прикладными искусственными спортивными но пока я восстанавливался в спорте я занимался диетологией. В общем, у меня за него диетологическая подготовка в среднем 8 лет. 8 лет. Вот, 8 лет. И, значит, за эти 8 лет я изучил не только диетологию, я изучил различные системы питания. Вот, я путешествовал по миру, наблюдал, как люди, скажем так, лечат других путем снижения веса, как у людей пропадают заболевания, вот, то есть, меня настолько это дело затянуло в плане поиска своего личного здоровья, вот, что я попутно изучил все методики диетологии, вот, это меня привело в ассоциацию диетологов в Москве, вот, я там успешно отучился, сдал экзамены, получил диплом, официальный, значит, статус в дипломе диетолог-нутриционист, спортивные направления, и я стал работать с людьми, помогать им на профессиональной условии, помогать им скинуть веса. Доктор должен поставить лечащий врач этого пациента, клиента, обязательно поставить условие, что ему разрешено ухудеть, потому что есть люди, которым нельзя сбрасывать вес по каким-то определенным медицинским параметрам. Такой существует кризис в России, изменил, а люди стали относиться к теме здоровья очень интересным образом, то есть люди опустили руки и совсем сдались в борьбе за свое собственное тело, просто сдались. Мы идем не по пути правильного питания, потому что ПП интернетовское это зло, я это везде говорю на форумах, на лекциях, выступаю везде в Москве, здесь у нас в регионе, что люди, вы понимаете, что ПП это интернетовская, скажем так, методика, рожденная фитоняшками, псевдоспортсменами и так далее. Значит, мне иногда так хочется с плакатом выйти на улицу раздетым до трусов, чтобы люди видели мое состояние, как люди, это не ПП, это грамотное питание, правильное питание. Значит, мы идем по пути, и это мое основное направление, я стараюсь его культивировать в людях. Есть можно все, люди, так и хочется прям прокричать, можно есть все, гамбургеры, каши, сникерсы, соки, там, и так далее. можно питаться разнообразно, и чем больше вы будете питаться, тем больше вы будете получать микро- и макро-нутриентров в свой организм. А это главное здоровье, это зубы, волосы, ногти, кожа, там, все что угодно. В моей разработанной методике есть три уровня. Первый уровень это восстановление здоровья внутренних органов. Что это такое? Я не знаю, как питался человек до меня. Ну, примерно, конечно, догадываюсь. Бил, курил, это зубашилев. Я стараюсь привести его состояние ЖКТ внутренних органов в более-менее стабильное состояние. То есть, я смотрю анализ его крови, я смотрю рекомендации его от врача по его хроническим заболеваниям, на основании этого мы делаем вывод, какой микронутриентный, именно, не белки и жиры и углеводы, а микронутриентный состав, необходим ему телу в первую очередь, для того, чтобы оно уже строил собственный белок грамотно, на основании поступающих вторичных белок и жиры и углеводы. Громональная система работала у него в порядке. Значит, сначала мы приводим его в состояние равновесия по здоровью. Второе, второе, мы начинаем изменять микронутриентный состав, таким образом, чтобы его организм искал недостающие элементы в его жирах. Мы прицельно стреляем по жирам и впав, как говорится. Таким образом, у нас организм начинает работать на пути оздоровления, скажем так, снижение общей массы тела, это путь к оздоровлению, путем избавления излишней жировой ткани, уменьшения избавления. Это второй этап. Третий этап идет, закрепительный этап, то есть, значит, мы, снизив общую массу тела, должны закрепить ее. Что такое закрепление? Закрепление – это стабилизация метаболических процессов. То есть, его метаболические процессы человека должны стабилизироваться на уровне тех микромакронутриентов, того аминокислотного спора, который он уже имеет, и войти в режим жизненной позиции именно на этом уровне. За это время у человека вырабатываются его систематические привычки питания. Моя задача такая – выдернуть вас из социума, взбаламутить по питанию, полностью ваше понимание питания изменить, то есть, сказать то, что вы считали раньше верным, показать вам, что это неправильно, что это неверно, и, возможно, вам придется изменить. И потихонечку, поэтапно, каждую неделечку, меняя вам рацион, таким образом, чтобы у вас вырабатывались именно привычки питания. И даже если у вас случится таким образом, что вы вдруг по каким-то ситуациям житейским или нежитейским окажетесь в такой ситуации, когда ваше питание будет неподконтрольно вам в большей степени, такие случаи бывают. Моряки, например, уехали, дальнобойщики, дальнобойщики, у него срочная работа, заказ, горники, профессий много. Значит, и каждой профессии имеет свои определенные нюансы. Там, значит, он там будет питаться теми продуктами, которые его окружают. И первое время будет адаптационный период, когда он будет озираться по странам. Вы представьте свою жизнь, ежедневно взвешивая калорий. А грамотное питание это говорит о том, что вы не должны зацикливаться на взвешивании, на подсчете калорий, там и так далее, и так далее, и так далее. Прежде чем такие радужные перспективы людям вырисовывать, необходимо все-таки на самом деле людям реальность рассказать. А реальность такова, о чем молчит официальная медицина. О том, что излишний вес это заболевание. Никто из официальной медицины это не говорит. Это говорит о том, что проблема с организмом, проблема с обменом веществ, серьезная проблема с обменом веществ, проблема с гормональными всякими делами, с ферментацией, это серьезная проблема. И официальная медицина про это молчит. В Российской Федерации это не приравнивается к заболеванию. Это считается что-то такое само. То есть, грипп это заболевание, чума это заболевание, а проблема с вот этими гормонами, проблема с обменом веществ, это типа заболевание, когда там рак начался, рак щитовидный, но вот то, что связано с набором веса, это не заболевание, это какая-то там даже не болячка, что-то такое непонятное и от чего официальная наука дистанцируется и на чем огромное количество шарлатанов зарабатывает бабки. Заколачивает бабки, предлагая различные родные методики, предлагая различного рода диеты, открывая свои центры и соответственно, ведь это же так, согласись. Абсолютно согласен, но возможно открою для кого-то большой секрет, что ты меня не искал. Нет, нет. И ты меня не звал. Абсолютно да. Значит, у меня было как, если люди посмотрят мои ВКонтакте странички, периодически, там раз в квартал, или раз в месяц, если у меня появляется свободное время, я пишу объявление, люди, я принимаю вас бесплатно. Иди, все я опасаюсь за твою жизнь, потому что она у тебя слишком эффективна. Ты не боишься конкуренции со стороны российских шарлатанов от области диетологии, что с такой эффективной методикой на тебя начнут наезжать? Я вижу просто реальный эффективный результат. Ты знаешь, мы с тобой давно уже общаемся, если я вижу результат, я готов работать ради этого результата, если я вижу, что это работает. А я вижу, что это работает. И тут я понимаю, блин, как у тебя там, наверняка же, есть же со стороны конкурентов. Конкуренция не шумченная в этой области. Есть. Да, есть конкуренция. В общем, меня пытаются взламывать постоянно, мне портят телефоны, мне вирусы пытаются очень часто на телефон закинуть. То есть, идет массовая, так сказать, атака на меня со стороны людей, врачей и так далее. Бывали случаи, когда целый персонал медицинских секторов проходили у меня стажировку. Огромедный идет поток писем от людей с разных городов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова